Болтком Утро на Болткоме Утро на Болткоме Быстро, что вам удалось Разогнать до сих пор Но на самом деле Как все начиналось, может быть, несколько слов Каким образом, почему именно картинг Санки, я не знаю В детстве я на санках катал Сказалось, бешеная скорость, когда спускаешься С горки А на карте не было опыта? У меня несколько раз было захватывало Было, но уже в более зрелом возрасте То есть не в детском С чего началось у Давида, может быть Увлечение картингом Да, я тоже первый раз попробовал Ехать на картинге Который может каждый поехать И после этого Мне очень понравилось А в каком это было возрасте? Это было в лет 10-11 Довольно-таки поздно для этого спорта Потому что все начинают Еще раньше В 6-7 Мне понравилось Я заинтересовался И постепенно мы С папой поднимались И дошли до этого уровня Это очень крутой уровень Нельзя сказать, что вам повезло Потому что действительно В общем-то Бешеная работа И силы вложены А сколько Ну, я не знаю Музыканты, например Профессиональные Занимаются по 3-4 часа в день Сколько вы тренируетесь? В картинге Ну, нету такого Как тренировки Там больше Физические тренировки Спортзалы И на выходных У нас есть тесты Когда мы выезжаем на трассы И у нас есть время Потренироваться Так, ежедневных тренировок На картинге нету А почему? А какие-то симуляторы Там, я не знаю Видеоигры Тренировать реакцию Там, все эти повороты Мэм, мэм, мэм Да, такое тоже есть Но Мне это не очень нравится Я этим Не часто занимаюсь Есть, конечно Тоже гонщики Которые этим занимаются Но Я нет Я это не делаю Давид, а вот Спортзал Почему? Какие виды спорта? И чем они могут помочь Человеку, который Как бы сидит за рулем Крутит руль? Да, это Очень тяжело ехать На картинге Потому что Сила притяжения Которая Которая в повороте Она очень высокая И Напрягаются все мышцы От шеи до рук До ног Я занимался боксом И Хожу в спортзал Чтобы Держать себя в форме Наиболее частая Травма По моему Очень скромному Опыту Буквально Три-четыре круга Это Удары колен Друг о друга Что еще происходит На На вот этих На кругах На треках На треке Очень сильно болят Ребра Так как Тебя очень сильно Прижимает К сиденью У всех есть Специальные защиты Для ребер Она помогает Но все равно Большая нагрузка Идет на ребра И Они После каждого заезда Немного болят Насколько Картинговый спорт Представляется Серьезным Ну обычно Принято считать Что гонки Ну это либо Ну прежде всего Это формула 1 Потом другие Разные Формулы И так далее Какое примерно Место в этой табеле О рангах Условно Занимает Картинг И Планируете ли вы Переход Картинг Занимает По-моему Четвертое место После формулы 1, 2, 3, 4 Также все пилоты Из формулы Раньше Тоже ездили в картинге Были достаточно Успешными Да Я Собираюсь Может быть Перейти в следующем Или Через 2 года В Автомобильный спорт На машинах GT3 Называется Посмотрим Как мне это удастся Более-менее Спортивные Автомобили Да А насколько Это действительно Распространено То есть Есть ли Люди Не знаю В возрасте 30 и более лет Которые продолжают Заниматься картингом Или Это просто Какая-то Переходная ступень К следующему Виду спорта Нет Есть люди Которые занимаются Этим тоже В 30 лет И участвуют В одних и тех же Сренированиях Со мной И Есть те Которые После этого Сразу Переходят Формулу А это Вообще Честно Ну там Я не знаю Какой-то Мальчишка И дядька Условно Бородатый Ну у него По крайней мере Форов В 15-20 лет Он больше Ездил На этом карте Да У него Тоже Больше Опыта Будет Но Но Легра Бородат Больше Потому что Гибкости В теле Все меньше Конечно То есть Я к тому Что это В чем-то Плюс А в чем-то Минус Давид А вот скажите Не страшно ли Действительно В двух Сантиметрах От земли Находиться И На скорости 150 с лишним Километров в час Снестись То есть Это в принципе Ощущение Наверное Не из приятных Нет Мне наоборот Это приятно Если честно Мне никогда Не было страшно И Мне это Только приносит Удовольствие Адреналин Играет Коты Но Удовольствие Но адреналиновые С позволения Сказать Наркоманы Но это опасно Если вы Ради адреналина Только выходите На На это Самое Опять Заблок Называется Не ринг Трек Я запишу Трек Трек Номер пять Да Ну А Насколько Вообще Эти отборочные Насколько Сложно Стать Третьим Мире То есть Какие Нужно Пройти Этапы Отборочные Этапы Для того Чтобы Какие Соревнования Квалификации Пройти Для того Чтобы Попасть В эту Элиту Чемпионат Мира Гонка Сама Проходит За одну Неделю У нас Есть Квалификации И отборочные Гонки И в каждой Отборочной Гонки Ездит Человек Тридцать И ты должен В каждой Гонке Приехать Минимум Седьмым Десятым Чтобы Попасть В финал Чтобы Стартовать Более Впереди Ты должен Приезжать Первым Вторым Третьим Каждый Раз И Всего Таких Отборочных Гонок Шесть У каждого 18 Раз Прийти В тройки Сильнейших Обалдеть На самом деле Как вы Успеваете Учиться Хорошо У меня Получается Пока что Не было Таких Серьезных Проблем Были Времена Когда Мне надо Было Много Догонять Было Нелегко Но у меня Это Получалось И Проблем Со школой Не было Навид Ну а Насколько Это Картинг Дорогой Левит Спорта То есть Насколько Мы Представляем Футбол Играть Просто Нужен Просто Мячик И Друзья И кеды В лучшем Случа Где ты Босик Если Ехать Без спонсоров И без Поддержки Команд Тогда В год Получится Я думаю 1120 Да ладно Ничего себе А что Входит В эту сумму Это Кемеровка Где Вот Кстати Лично Лично У каждого Своя Машина Или Приобретается Или Это Он же Стоит Сколько там 5-6-7 тысяч Евро Да 5-6-7 тысяч Евро И На Высоком Уровне Ты получаешь Каждую гонку Новый Карт И Это Получается 5-6-7 тысяч За гонку Уже То есть Каждый раз Каждый этап Соревнований Нужно покупать Новую Машину Не Нужно Но На Высоком уровне Это Было бы Хорошо А Почему Они Настолько Горят Горят Покрышки С техническими узлами Что происходит За одну Гонку Большой Очень Износ Рама Тоже Гнется Иногда И Это Все Влияет На Скорость Давид Куда Вы Складываете Старые Автомобили Сразу Вопрос На Шрот Давид В Германии Живет Авто Шрот Что Происходит С машинами Которая Прошла Гонку Что С ней Потом На У них Можно Еще Потом Тренироваться Очень Хорошо И Участвовать Например В гонках Не на Таком Высоком Уровне Все Еще Возможно То есть Получается В вашем Виде Спорта Невозможно Иметь Условно Счастливый Карт Который Приносит Удачу Или Любимый Нет Такое Невозможно В свое Время Еще Живя В Латвии Вы Занимались БМХ Видом Велосипедного Спорта Причем Тренировались У Ивы Лакучи Который В общем-то Воспитал Мориса Штромбергса Тоже Чемпиона Всего Что Можно А почему Вы не Продолжили На двух Колесах Есть Я даже Не знаю Мне БМХ Тоже Нравится Я хотел Бы Им Опять Заняться Но Как-то У меня Это Не Сложилось И Я Тоже В Сренированиях Участвовал Я Не Выигрывал Но Приезжал Занимал Хорошие места Довольно Для меня Но Как-то У меня Не Сложилось С БМХ Вообще В Ригу Приезжаете Насколько Рига Остается Каким-то Ну Местом Куда Хочется Вернуться И Какие Распоминания Связаны С Хорошие Только Хорошие Приезжаю Туда Очень Часто Думаю Через Неделю Обратно Вернусь В Ригу На Каникулы И На Новый Год Да А Насколько В Латвии Картинг Распространенный Вид спорта И Насколько Вот Может быть Какие-то Ну Не знаю Со временем Могли бы Вы Принимать Участие В организации Соревнований В воспитании Какого-то Может быть Поколения Спортсменов О Риге Я Немного Знаю Но Спортсменов Да Воспитывать Можно Я знаю Что Сейчас Некоторые Латвийские Юниоры Поехали В Бахрей На гонку Больше Я Не знаю В латвийском Картинге Ну Тогда Сразу Возникает Вопрос Почему Вы Не В Бахрей Да Там Другой Класс Там Класс В котором Я не Участвую Он Называется Ротекс Уже Берес Из этого Класса Уже Закончил Да Давид В 11 Классе На ваш Взгляд Останься Вы В Латвии Вы смогли Достичь Таких Высот В этом Картинговом Спорте В Германии В Германии Этот спорт Чуть-чуть Больше Продвинут И мне Тоже Повезло Что Меня Взяли В команду Хорошую Которую Меня Тоже Спонсируют И Я думаю Если бы Я остался В Латвии У меня Было бы Меньше Шансов Попасть В эту Команду И Чтоб Меня Заметили И Спонсировали Но вы Сейчас Работаете Уже И как Тренер Воспитываете Молодежь Делитесь Опытом Правильно? Да Правильно Какова Вероятность Что вы Часть Времени Будете Готовы Посвятить Местным Нашим Латвийским Ребятам У вас Намечается Следующий Шаг Переход В ГТ-3 ГТ-4 Потом Формула Но все Таки Воспитание Ребят Здесь Как Не знаю Данью Городу Которую Вы По-прежнему Любите Да Воспитывать Пилотов Это Круто Мне Всегда Это Нравилось Это Всегда Что-то Очень Эмоциональное Так Хочется Помочь Юному Пилоту Стать Быстрее И Добиться Успехов И Когда он Начинает Выигрывать Это Тоже Приносит Радость Тебе Так как Ты его Вырос И Да Я бы Я бы Помогал Латвийским Пилотам Это Будет Здорово Да Что Будет Дальше Вот Какое Вы Видите Своё Будущее Будет Ли Это Связано Только С Гоночным Спортом Или Может Что-то Другое Придёт Я Надеюсь Что Это Будет Связано С Гоночным Спортом И Что Я Смогу Посвятить Мою Жизнь Этому Может Пойду Дальше Учиться На Инженера Или На Чем На Кого-то Что Спортом Да Какой Процент В Соревнованиях Или В Тренировках В Навыках Занимает Физика Там Все Эти Центробежные Центростремительные Силы И Прочее 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 Насколько Это Важно Знать Чисто Механически Это Очень Важно Так Как Без Физической Подготовки Ты Не Сможешь Проехать Кругов Пять А у Нас В гонке Двадцать Три Круга Это Выносливость Это Физическая Сила Это Очень Тяжело Физическая Нет Я понял Что Физическая Вопрос был Про физику Как науку Все Нужно Лизнать Чтобы Не Вылететь С Поворота Да Это Это Тоже Важно Но Я думаю С годами Это Приходит Автоматически Интуитивно Не интуиция Интуитивно Да Так что Физическая подготовка Имеет Двойное Значение Ну да Физик Хотелось бы спросить Остается ли Время На лирику Не знаю Как правильно Сформулировать Ну деликатно Ну то есть Удается ли На личную жизнь Остается ли время Вы учитесь Вы спортсмен Да Остается время Да Особенно в последнее время Когда После того Как закончили Стренирования Особенно Как стал третьим В мире Так сразу В общем-то Личная жизнь Особо началась Да Больше Время Популярный Заметный Человек Вот Больше Время Семьей С друзьями Провожу В последнее Время А насколько Действительно Вот эти титулы Дают популярность Узнают ли На улице Пишут ли В прессе Не знаю Публикуют ли Фотографии В каких-то Изданиях Опять же Поклонницы Поклонники На улицах Не узнают Нет Такого У меня еще Не было Но В прессе Пишут Особенно В картинговой Фанаты У меня тоже Есть Здорово Да Хорошо Давид У нас К сожалению Время Эфирное Подходит К концу Благодарим Давида Трифилова Режанина Наполовину Наполовину Жителей Берлина А главное Чемпионом Многочисленных Европейских Картинговых Соревнований Вот в этой Табеле О рангах Давид Находится На третьем Месте В мире Замечательный Парень Удачи Аплодисменты Стоя И только развитие Давид Вам Во всем И в учебе И конечно же В спорте Хочется надеяться Что через какое-то время Вы вернетесь к нам В эфир Чтобы рассказать О новых достижениях В новых видах спорта И в тренерской работе Ну и посетите Латвию Конечно Ждем С наступающими И с наступающим Всего доброго Ну что Мы наверное Передаем Уже дальше Бразды правления Нашим коллегам Которые продолжат Эфир И сегодня Очень много Тоже интересного Должно произойти В частности Вот Немножко Перенесена Программа Людмилы Прибыльской И Очевидец Будет Такой Мост С Америкой Где сейчас Вот буквально Там 2 часа Или 3 часа ночи Но Будет Очень интересный Гость Который Вспомнит Как Работал Колхоз Адажи Вот Бывший помощник Председателя Колхоза Адажи Первые латвийские Чипсы Да Вот практически Вот об этом Может быть и пойдет Разговор Ну а В 12 часов Зеленая лампа И тоже очень интересный Гость Актер Очень популярный Знаменитый Известный Мартин Швилсон Станет гостем Программы Зеленая лампа Ну а мы Говорим До свидания До новых встреч На одной волне Продолжение следует...